Хотела от вас отдохнуть, не получилось. Девочки, вы вампиры, потому что больше после тренировок устаю я. Да до каких пор это будет? Что это? Это же избиение. Ну что это такое? Один у меня просто такой неистовый монстр, а другой мягкотелый какой-то такой. Такой. Очки, шапочки, да. Не определишь. Кто первый вакцинировался из спортсменов? Синхронное плавание. Не бью детей. Не бью. Не перепутать, не перепутать. И я перепутала. Она просто испугалась. Она говорит, ну что это, мне будет стыдно перед русскими. Все денежки сюда выложи, никуда не пропадут. Не бойся. Вот, 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 вот. Я и выложила. Как 23 года сохранять интерес, задор и не уставать от побед? Ну это же работа. Это на любое, если нравится работа, если вы пришли по призванию работать. Но это жизнь, работа это жизнь. И нельзя сказать, кто, у кого на хорошая работа, что пять лет поработал, перешел на другую, там еще что-то. Психологи говорят, надо менять часто работу, чтобы не уставать от нее. Ну я не за то. Я не за то. Потому что это же опыт приобретается. Я вот сейчас сижу, думаю, а почему я так сначала не делала? Ведь это же гораздо эффективнее все. То есть вот с каждым годом уже, несмотря на то, что действительно, приобретается что-то новое. И думаю, ну надо же, гораздо более рациональное. Поэтому, ну если человек такой бегунок, бегает пять лет, пять лет, а может быть в бизнесе это можно, когда в спорте это нельзя. Какой из олимпийских циклов для вас был самый тяжелый? Ну, наверное, этот, потому что, конечно, с этими остановками пандемии и карантином, конечно, это тяжело. А вообще каждый по себе. Цикл каждый по себе. Начинаешь вроде бы ничего, когда разгоняешься так. А потом напряжение с каждым годом растет все. И последний год, конечно, в каждом тяжело. Ну я могу сказать, наверное, самый более-менее легкий это был перед Афинами. Почему-то. Там полкоманды вернулись, более опытные еще. Соперников особых не было. Были японцы, но они классные соперники. Здравствуйте, японцы. Мы очень уважали японцев, потому что они какие-то вот честные соперники. Потом выросли, вдруг испанцы, совершенно другой подход. Вот где-то что-то как-то... Пойти пожаловаться судьям левая нога, да? Не так же. Поговорить с ними, договориться, там еще что-то. Уже не то соперничество. Ну а китайцы без комментариев. В этом цикле кто главные конкуренты? Китайцы. 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 Главное, шифруется. Мы перед Лондоном, они шифровались до конца. А мы же переживаем. Что они приготовили, что они приготовили. Спрашиваю. Другие сказали, вы видели? Нет. Видели? Нет. Потом какую-то страну встречаем. Говорят, ой, да не волнуйтесь, мы увидели ничего. Нет, все равно тревожно. Как-то схитрили на тренировку, чтобы пройти посмотреть. Посмотрели, выдохнули и все. Сейчас тоже. И главное, что они. Мы тоже шифруемся. Это мне девчонки попросили. Ни нас, ни китайцев в произвольной программе не видели. Я и на Европе давала. В группе только техническую, в которой мы уже выступали на чемпионате мира. Это первый раз мы выступали. Татьяна Данченко дала в дуэте всю программу. А сейчас посмотрим, как. Я не за то была. Я была уверена, что девчонки согласятся на Европе выступить. Но они уже, видите, они чисто такие, как женщины, в приметах. Потом еще в что-то закопались. Потом говорят, Татьяна Николаевна, мы покажем. Начнутся разговоры, что-нибудь там на наши рельсы перейдут. Ну ладно, я пошла себе уже опытные спортсменки-то. Уже ладно. Каково молодым девочкам, которые в какой-то момент готовились, а потом вдруг надо уступить место? Нет, но они же не пришли в последний год. Они приходили пораньше. Алла Шишкина там за три года пришел. Все по-разному. Саша Пацкевич попозже, потому что она родила, и ребенку еще года не было. Она вернулась. Света пораньше. Две олимпийские чемпионки, помоложе которые, Шурочкина и Чигирева, эти девочки, они не бросали, они продолжали работать в этом олимпийском цикле. Ну и получается только две спортсменки, неопытные, которые не имеют титула, не обремененные титулами. Ну нельзя их назвать, что они неопытные, потому что они выступали на чемпионате мира и на Европе. Но тем не менее, это вот единственные две спортсменки, если не учитывать резерв. Вот в этой команде. А с резервом вообще непонятно. Раньше был резерв. Вот было девять человек. И вот этот резерв я могла поставить в одну программу, заменить какую-то девочку, а ту девочку поставить в другую программу. Сейчас она будет жить в олимпийской деревне. И ее можно использовать только на случай, мало ли что. Вот только в таком случае, там заявление, еще что-то. Ну случай какой? Видите, несмотря на то, что мы будем ПЦР сдавать, тревожно. Конечно. Что мало ли что, да? И если вдруг случается положительный, тут мы все изучаем, правила изучаем, а если будет положительный, а как другие? Ну, в общем, как-то непонятно и все. Мы, может, полетим из Улан-Удэ, ну, мало ли что, в дороге что. Вот на этот случай будет девятая. Ну, девочка резерв, она и есть резерв. Потому что вот сейчас на Европе у нас заболела Саша Пацкевич, наша одна из опытных спортсменок. Очень сильно заболела с температурой 40. Нет, не ковид, не ковид. И пришлось резко заменять все. Ну, конечно, замена это не есть в основном составе, потому что они крутятся, когда вместе. Они привыкают друг к другу. Если вы посмотрели на ноги девочек, на наших, то у многих синяки на голени, потому что близко работают, бьют себя ногами. Вот. И когда новое появляется, кстати, когда вот эти девочки вернулись, а еще было побольше, они же ступенчато возвращались, не сразу же. И там были девочки, которые, но не считали, неопытные. Они выдали каждый раз, да до каких пор это будет? Что это? Это и же избиение. Ну, что это такое? Учили подтягивать свои ноги, учили. А вы по ногам всех отличите? Да, конечно. Я, наверное, даже по ногам лучше отличу. Очки, шапочки, да. Не определишь. А по ногам, да. У кого самые красивые ноги? Не скажу. Они у нас у всех красивые. У нас же отбор-то по ногам идет. Ну, и по ногам тоже. Вот так бы. А есть какой-то минимум длинный ног, который необходим для синхронного плавания? Ну, знаете, много разных тестов, которые хотелось бы. Украина там смотрит, по щиколотке выбирают. Китай тоже, чтобы щиколотка была там. У нас, надо сказать, что... Просто ровные, красивые ножки. Да, да. Ну, это они уже приходят с такими ногами. И для меня главная голова, чтобы девочка хорошо рассчитывала свои силы, хорошую координацию имела, и хороший контакт с партнерами на воде. Это очень важно. Как получилось, что за все время, пока вы работаете с командой, по крайней мере, публично, ни одного конфликта, ни одной ссоры в синхронном плавании, о которой бы знали снаружи? Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу, да. Согласен. Я, знаете, как-то не задумывалась. Конечно, внутри-то всякое, разное бывает. Ну, уже коллектив. Это и в семье бывает разное. Я не задумывалась, почему. Я вообще, конечно, вот эту грязь не люблю. И все-таки, когда спортсменки приходят, они же разные. Это же они приходят от родителей, своих родителей, по-разному воспитанные и все. Но я могу единственное сказать, что у нас в команде, как говорят, железная дисциплина. Кто первый вакцинировался из спортсменов? Синхронное плавание. И все говорят, ой, ну это синхронное плавание, они дисциплинированные вообще и все. Наверное, сам вид, что ли, дает. Вот это то, что они рядом. Ну, вот представим себе, пришла команда на тренировку. А две какие-то опаздывают. Их нет, час-два. Ну, так страдают же все от этого. То есть они будут разбираться. Я думаю, что с вами это невозможно, чтобы кто-то опоздал в начале. Ну, жизнь есть жизнь, конечно. Я потом, конечно, разбираюсь, если причина серьезная, естественная. Ну, что вы, в жизни я многое прощаю. Они знают. Ну, знаете, какая традиция образовалась после соревнований. Я уже... Мне тренеры говорят, а может быть, вот дать побольше отдохнуть? Я говорю, нет, подождите. Стоп, подождите. Вот, встретили журналисты, поговорили. Я уже знаю, что идет делегация. Татьяна Николаевна, а вот можно не такого и сякого? Я говорю, ну. Я уже жду этой традиции. Я чешу свой затылок и говорю, ну, не знаю. Ну, я, конечно, пойду на эту жертву. И вот так кажется, я уже знаю. Вот сейчас уже у нас пересменок. Дуэт у нас... Да, потому что они идут четыре программы. И тренер попросила, чтобы им дать не один день, а два дня. Ну, и опять... Ну, а мы один день, мы одни день, тренер, мы один день. Я говорю, стоп. Идет делегация по стремлению. Татьяна Николаевна говорит, ой, можно не продолжать. Ой, можно не продолжать. Отдыхайте, да? Два дня. Сколько вы дадите себе отдохнуть после Токио? Нет, ну, месяц-то точно. Месяц-то точно. А потом уже конец сентября, потому что в октябре уже ведь новый набор целиком и полностью. У меня не всегда такой бывало. Да, тут у вас такой выход будет по девочкам. У нас сейчас хороший юниорский состав, хороший под руководством Натальи Миндогалиевой. Они действительно хорошо тренированы, потому что личный тренер уже, когда мы стали проверять уже их серьезно, тестирование разное на воде, в зале, все. Растяжка, гибкость, плавание. Потом наше спецплавание. Уже тренеры стали задумываться, чтобы работа велась уже в общем, не упуская какой-то аспект, потому что она, если тренер что-то упустил, она может, поэтому же баллы набираешь, девочка может не попасть в сборную. И пошло какой-то всплеск тренерский, тренеры, я могу сказать, действительно стали работать честно и более плодотворно. И поэтому вот сейчас состав такой, очень спортивный и все. Раньше разное бывало. Иногда бывало, приходят в сборную команду и начинаем сначала. И так это не иногда, а чаще всего. Здесь получается сейчас 5-6 закончат, да, после Токио? Ну, скорее всего, девочек. Закончат все. Все. Все закончат. То есть у вас будет полностью новый набор на изжатые сроки, потому что... Да, да. Бьют уже молодежь копытами. Им тоже не повезло. Тоже вот со стартом. Значит, в прошлом году, если старшие, они подумали, остались, а здесь-то годы. То есть несколько девочек выбыло уже из состава, и в этом году они уже не в составе юниорской и не в составе старшей команды, потому что так. И вот они остались на перепутии, то ли да, то ли нет, то ли будет. А время-то идет. А у тренеров другие спортсменки, в которых они заинтересованы, что они попадут юниорские, то есть они... И вот это вот, конечно, нанесло урон. И в этом году... И короткий цикл. И короткий цикл. Три года вместо четырех до следующих Олимпийских игр. — Да, получится так. — Да. — Получится так. Вот об этом я как-то не задумывалась, что короткий цикл будет, да. Но они готовы, они готовы. И вот в этом году опять должно быть соревнование, крупный чемпионат мира среди юниоров в Канаде запланировано. Причем два возраста. Канада там, говорят, закрыта-перезакрыта, то есть она отказывается от этих соревнований. Мы готовы были принять себя в Казани. У нас прекрасно проходят соревнования. Спасибо большое руководству и Минихану, президенту. Там чудесно проводятся соревнования. Там люди, которые в спорте работают, очень организованы. Мы подаем заявки. Какое-то такое шебуршание непонятное. И вдруг откуда появляется Америка? Что Америка берет на себя? Неожиданно. Мы начинаем задавать вопрос. Нас в Америку не пустят. Пришло вызвание, что нас мы не будем участвовать. И, скорее всего, Китай не будет участвовать. То есть две ведущие страны. Нет, нас стали уже говорить о том, что обвинять, что мы ведем какую-то пропаганду. Ну, как всегда. Спорт тоже, что мы ведем какую-то пропаганду, что мы отказываемся от этого спортивного движения. Все и просто, и просто. Мадрид хотел взять на себя. Там пошли какие-то игры, что стали их просить, чтобы не проводить. В результате Америка все-таки. Нас исключают. Вы уже представляете? Ведущую страну и Китай тоже. У них же тоже санкции. То есть мы уже заведомо не участвуем. Вот сейчас будет Европа на Мальте. Мы участвуем. А дальше уже... Вы после Барселоны, когда решили поехать на работу в Испанию, в Бразилию, мотивация какая была? За новым опытом, за деньгами? А рассыпался. Советский Союз-то рассыпался. Кое-кто подсуетился. Там, который у нас президент России был в синхронном плавании. Подсуетились. И вот они теперь... Россия, а не руководство. И идти к ним... Я спросила, а вы меня как возьмете или нет? А как вообще это? Ну, поэтому я уехала. Понравилась больше в Испании или в Бразилии? Что? Работа. Именно работа. Не там, не там. Условия. Не там, не там. Не там, не там. Условий не там, не сям не было. Тогда. Тогда. Так что... Но я же... Я в Бразилии работала со спортом. А в Испании я работала в клубе. Конечно, место чудесное. Пальма де Майорка. Ой, Холидей. Ну, мне же нужно было работать. Сейчас, может быть, я подумала. И, может быть, так тихонечко. А то я и дочь взяла, которая у меня вкалывала в этой школе. Во всех ипостасях. Из-за хореографа, из-за тренера по плаванию, из-за тренера... Во всех. Да, бесплатно. Бесплатно. Заметьте, да, бесплатно. Я помню, в одном из интервью вы сказали, что когда вернулись в Москву, после работы в Испании и в Бразилии, муж задержался, встречал вас. И вы долго не могли вообще понять, как вот после всего, что было, там кто-то спит на лавочке, здесь все серое. Октябрь, еще конец октября. Но привыкла, аэропорт тогда был еще Шереметьево. Такой, когда я улетала, он такой был, казалось, роскошный. И только приезжай, это же вокзал. Вот стоят эти скамейки, на них спят непонятные люди, ходят какие-то как тени люди. Боже мой, я... Муж позже приехал, потому что я в пятом часов прилетел с вами. Эти скудные денежки, которые еще тогда банки не очень, я вот здесь вот ко мне что-то... Поедем, не поедем, боже мой, думаю, куда я прилетела, куда я прилетела. Что-то такая тоска. И потом еще, когда раньше от Шереметьево едешь, боже мой, развалюхи какие-то. Но сейчас уже чувствуется, что страна прогрессивная. А то ведь ужас. Но у вас все время какие-то приключения. Вы приезжаете в Москву, и первое, что происходит, попадаете в руки цыганки. Это когда я приехала учиться. Учиться, да. Ну а как же, ну а как же. Первый раз в Москве, да. Погадать она вам предложила? Денежки тоже. Денежки я же еще не знала. Ну погадать. Ну, конечно, погадать. Ну, они же психологи. Все денежки сюда выложи, а иначе это... Никуда они пропадут, не бойся. Вот, 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 вот. Я и выложила. Все денежки, которые исчезли. Иди, говорит, иди, а то я тебе такую хворобу нагоню. Я тебе беременность нагоню. Это ж хорошо. Нет, ну что вы. Тогда нехорошо. Тогда нехорошо. Ну, конечно, я еще была такая юная вообще. Ну, вот осталось без копейки. Я ничего не нагадала-то. Не помните? Да ничего не нагадала. Ничего не нагадала. Жениха которого... Ну, они же одинаково все гадают. Это я уже сейчас знаю. А тогда военный, жених военный будет. Был, да. Так жених военный. То есть правильно, нагадала-то. Правильно нагадала. Так все нормально. Не зря деньги-то отдали. Не зря. И жених военный, и в Армению поехали, как жена декабриста. Не в Армению. Не в Армению? Заметьте. А Болград Одесской области. Около Измаила. Там наши части десантные. У меня отложилось почему-то Армении. Не знаю почему. Нет, это потому что на меня запрос был из Армении. Запрос был из Армении. Да, да. Я бы тогда или в Армению, или еще... Я вела самодеятельность в институте. Такая была прыткая. Вела самодеятельность танцевальную. Собирала из ребят. И поэтому проректор Маслов, его фамилия была, он хотел, чтобы я осталась в институте и вела эту самодеятельность. Как помогли в общежитии, когда пришли и сказали, что цыганка обубрала? Это уже даже не в общежитии. Я же еще, можно сказать, еще прям даже не расселилась. Даже расселения не было? Ну, я пришла, там сидит женщина дежурная, я плачу. Вот прилетела в Москву, мне даже не на что дать маме телеграмму. Она мне дала какую-то денежку, такая сердобольная женщина оказалась. Я пошла, отбила телеграмму, и мама срочно это выслала. Ну, сутки посидела, поголодала, пока денежки не пришли. Но это был страх такой, выехать в такой город, в Москву, первый раз в жизни, и вот так вот, около Курского вокзала так попасться. Всю дорогу эти денежки берегла-берегла и так выложила. А сколько было? Денежек? Да 25 рублей, а сейчас, да сейчас 25. А тогда 25 рублей, это было, ого-го! Почти половиномесячная зарплата. Да, это мама мне. Я должна была жить, пока абитуриенка, и жить на эти деньги. В учебе что запомнилось больше всего? В учебе? Ну, во-первых, общежитие. 12 человек в комнате, и жить дружно, да, это просто прекрасно. Я вспоминаю вообще эти годы. Так тогда понятно, откуда такое отношение и в команде. Вот они все заложилось. Ну, да, наверное, наверное. Конечно, 12 человек, представляете. Сейчас там как раз это наше руководство, ну, не руководство сидит там, центр наш, водных видов прям в нашей комнате. Они разделены на три комнаты, наша комната. Вот. И потом, конечно, это самодеятельность, которую собрала самодеятельность. У нас были гимнасты, ну, это понятно, и легкоатлеты, красивые ребята с девочками, парные танцы таких. Очень даже мне нравилось. Мне нравилось учиться. На лекции не очень нравилось. Но память была хорошая, и поэтому учиться было легко. Потому что меня готовили в другой вуз политехнический, и в этом вузе мне было очень легко учиться. Красавцы, легкоатлеты, а как же красавец военный-то появился? Он не военный. У нас же раньше кафедра была военная, и наших ребят, выпускников, забирали на два года, да, лейтенантами. Ну, разве зачем им надо было служить и выслуживаться, да? Погоны, жизнь прекрасная. В этот Болград там вино, домашнее вино лилось рекой. Вот, поэтому жизнь два года хорошо. Так было хорошо, что мы даже с мужем подумали, может быть, остаться? Спасибо Господи, что отвел нас от этого. Представляете, там я бы там... Ну, мы долго, конечно, бы там не жили. Но мужу уже сложнее было уже демобилизоваться. Это сейчас просто тогда бы. Если он подал на долгосрочное уже, тогда уже все. Как так получилось, что из художественной гимнастики синхронное плавание? Тоже жизнь. Вот жизнь. Вот я говорю, что дороги Господние неисповедимы. Потому что просто по семейным обстоятельствам. Ну и обида такая, знаете, как и сейчас это водится. И я очень не люблю, когда вот это происходит. Уже у меня к детям другое отношение. Переманивание детей, хороших детей из клуба. Не так договорились с тренерами, как вот в футболе какие-то. Да, а да. Это же можно, несовершеннолетние дети. Родители приходят, да, пишут заявление, они доволены. Так у меня. У меня было две хорошие спортсменки. Я их долго передерживала. Все казалось... Ну, была команда вообще хорошая. Казалось, что они готовы, не готовы. А когда вывезла их на чемпионат Московской области, все не поняли, откуда взялись эти дети. Вдруг такие уже классно готовые. И откуда взяли этих детей. То есть я их передержала. Ну и началось. И начали через родители. И вот две мои ведущие спортсменки, которых, конечно, бы я довела. Они были гораздо лучше, выше уровнем. И в сборную куда-то вошли бы. Ну, их переманили в Жуковске, где была тренер Царства Небесное, ведучий Шибаева. Их переманили через родителей. И они там выпали, ну, или мастеров, и не более. А я обиделась вообще. Но я не бросила команду. Я оставила на тренера всю свою команду. Вот и ушла хореографом. Муж был счастлив. Думал, что я буду хореографом. Ля-ля-ля, тополя. Два раза съезжу в Москву, хореографию поведу, и все. А я как завязла. Два года поработала хореографом. А потом перешла, конечно, на тренера. Ну, что я вдруг на вспомогательных функциях я не смогла. А вы правда плавать не умели в тот момент? А думаете, я сейчас умею? Нет, нет, я умею, как все. Я умею. Все-таки институт физкультуры. Какие-то навыки-то я получила. Легкие. Со мной, конечно, тренировались. Ну, вот это что, дети, спортивные, я не умею. Преподавать могу. А плавать, вот я лучше буду так. Чтобы с сухой головой смотреть по сторонам. Это я люблю. А так, чтобы выйти как на дистанцию. Нет. В какой момент розовая майка появилась? После первой победы на чемпионате мира в Австралии. Возвращались обратно. И в Сингапуре я купила эти майки. И на следующий уже, вскоре уже был старт такой посерьезней. И я одела их и опять выигрыш. Тогда он был первый выигрыш, то ли да, то ли нет. Все из того момента повелось. Было такое, что забывали и девочки напоминали? Ой, перед Олимпиадой в Рио, я что-то совсем забыла, суматоха. Собиралась, собиралась. Вечером поздно звонит мне тренер и говорит, Татьяна, ты взяла майки? Оказалось, очень непросто найти их. Я все перевернула, все перевернула, нашла. И я как представила, что я поехала бы не ближней этой, причем я же ключи забираю с собой. И как это было бы вообще, аж стало дурно. Вообще отъезд в Рио, конечно. Подхожу к стойке, там у нас чартовный рейс, там все нас провожают торжественно, все. Даю паспорт. На меня смотрят и говорят, а вы не тот паспорт. Как? У меня один паспорт выстригли уже готовый, а другой новый. И это надо же по воле случая. Я все думала, не перепутать, не перепутать. И я перепутала. И взяла вот это выгод. Уже посадка. Хорошо мне родитель помог. Как мы мчались из Шереметьево до Ломоносовского. Боже мой. Все красные эти вообще. Боже мой. Так тоже найти еще надо. Когда вот это вот все майки искали. И вот так вот все. Надо же найти. И это надо же. Как всегда, самое место у женщин, это на место. Когда на месте лежит. Когда вот ты берешь, так думаешь, так положу на место. Вот это место почему-то найти невозможно. Ну ничего, успели. Главное, тогда, ну я как главный тренер. Это в таком неэкономическом, всеэкономическом. А я, естественно, в бизнес-классе. И все заходят первые. И так, да что они кинали? А они там уже такой разве, что мы не улетим, пока Татьяна Николаевна едет. И там говорят, конечно, мы ждали. Потому что чартерная едет. Мы улетим. И друг заходит. А я сижу. Я говорю, а в чем дело? Почему вы-то опаздываете? Они специально тянули. Им казалось, что они вот не будут садиться на рейс и затянутся. Я говорю, в чем дело? Опаздываю. А Татьяна Николаевна. Я говорю, хотела от вас отдохнуть. Не получилось. Я прочитал в интервью с Леной Выцеховской, что вы не всегда использовали педагогические методы в работе. Что это имеется в виду у Лены? Что это имеется в виду? Это ваш ответ. Нет, это ваш ответ ей, что вы не всегда использовали. Ну, это... Раскройте секрет. Тогда мне хочется спросить у Лены. Она, когда тренировалась, у тренера были только педагогические. Это же тренерские секреты. А потом, вы знаете, вот это точно абсолютно. Думаю, даю себе слово. Сейчас буду сидеть такая вот. Сидеть спокойно. Начинаются ошибки все. Я сижу. Они лепят, лепят, лепят. Что? Сразу дисциплинирует и все. Но как? У нас что, все ведущие тренеры мягкие и пушистые? Я не знаю. Одного мягкого, пушистого, не знаю, из тех, кто добивается результата. А Тутберидзе. А это Винер. А Тарасов. Да я могу долго перечислять. А Карполь, красавец. Который на площадке был действительно такой выдающийся. И весь мир его уважал. Так что, может быть, я в их числе такой, я не могу сказать, что да, я такой спокойный и все. А как поставить? Восемь, а в другой программе десять человек сорганизовать, и чтобы ни одна рот не открывала, и все вместе выполняли. А потом это же подстегивает. Я говорю, девочки, вы вампиры. Потому что больше после тренировок устаю я. Даже не мои ассистенты, которые мне помогают тренеры. А устаю я, они как будто выжимают из меня. Да, и что? Так что пусть Леночка... Привет, Леночка. Тебе. Не всегда педагогически. Праздник какая хорошая. Это ваша цитата? Не бью детей. Не бью. А взрослых? Взрослые вы кого имеете? Девочек. Тетечек? Тетечек. Вы что, тетечки? Стараюсь не оскорблять. Бурчу, самые обидные слова, бурчу. Я уже на подиуме лежу. Так что надеюсь, что они меня здесь слышат. Но да, да. У Бортика и за пределами бассейна два разных человека? Два. Я ярко выраженный близнец. Так они этим пользуются. Почему они каждый раз приходят и с просьбой. Они знают, что здесь трудно Покровской отказывать. Поэтому, да, я выраженный близнец. Один у меня просто такой неистовый монстр, а другой мягкотелый какой-то такой. А вам самой больше какой нравится? Я хотела бы, конечно, вот что между. Но смотря где. Нет, но в жизни из-за того, что я очень отходчивая, поэтому у меня много друзей, много людей, которые меня уважают и любят. Если бы я была с людьми в своей среде монстром, наверное, я была бы в одиночестве. Но там я совершенно другая. Когда я была помоложе, я все время была, настолько компанейская, я была центр всей компании, все это, заводилка. Ну, сейчас уже, конечно, годы берут свое, да и мы сейчас не очень собираемся, как раньше компании были в Советском Союзе, же мы любили компании. Пусть денег не было, но уж веселье было всегда. Вот. А сейчас как-то все по-другому. Уже даже как-то редко в гости ходим. Если куда-то ходим, я все раньше, ну, надо же, за границей чуть что, а не в ресторан. У нас как-то не было таких традиций. А сейчас, да, я лучше друзей приглашу в ресторан, и мы посидим, нежели дома и какие-то проблемы. Ну, потому что это все равно готовить, потом убирать, помыть. Хотя у меня вот в моем доме в Филипповском, да, там у меня собирается друзья, я люблю там в доме собирать. Все там как совершенно, вот другая атмосфера какая-то. Фирменное блюдо какое? Фирменное блюдо? Ну, я что могу сказать? Что у меня получается? Сейчас я не могу же говорить о фирменном блюде, потому что у меня нет семьи, можно сказать. Дочка далеко, муж умер. Но у меня получается плов, у меня получается пельмени. А поскольку у меня подруги мои близкие уральские, поэтому мне не зачем сейчас готовить пельмени. Они сами. Они сами, да. Вот, что у меня еще получается? Знаете, у меня все получается, когда я, то есть у меня, ну, такое бывает, что интуиция на приготовление. Но я не люблю готовить. У меня когда был живой муж, готовил он в основном. А мне некогда. У вас получился же совсем тяжелый период, когда и муж ушел, и внучка, все достаточно быстро. Ну, это случай-то такой вот, что говорится, муж через год. Ну, внучка уже болела. Она болела раком мозга, поэтому уже она болела, все. Где-то и это повлияло на более скорую кончину мужа, потому что он переживал. Через год внучка умерла, то есть, да, очень тяжелый период был, очень тяжелый период был для моей дочери. Ну, слава Богу, слава Богу, все это пережит. Не дай Бог кому-то, не приведи Господь. Все должны быть здоровыми и веселыми. Семья и команда помогали в тот момент? Да, конечно, конечно. Ну, семья как-как. Я приехала сюда после похорон. Они остались в Бразилии, да? Ну, она живет в Бразилии. Поэтому она там, она была беременна уже. Очень девочка, которая болела, Лизонька наша, она настаивала на том, чтобы было, как чувствовала. Ей 15 лет было, что нужно. И уже дочка моя была беременна. А я приехала все-таки, вот друзья и работа. Когда я пришла на работу, девочки, которых очень сейчас много, те, которые вот вернулись, как я могла не разрешить им. Они со мной переживали. Это мою трагедию. И программа же, которая в Рио, она как раз в память о Лизе. Мольба, да. Это самая тяжелая эмоциональная программа? Наверное, да. Наверное, да. Ну, после этого шаман, но он тяжелый в исполнении образа какого-то, как все шаманы, все. А мольба, да. То есть говорили, что когда ее смотришь, то улетаешь на небо. Это говорили зрители. Ты когда каждый день это отрабатываешь, ты уже это не чувствуешь. Я вот когда в бассейне смотрел, был момент, ты просто не замечаешь, как ты внутри этой программы. Да, да, да. И, конечно, это была программа. Обычно мы после Олимпиады оставляем еще год. А здесь подошли девочки, которые выступали уже, уже олимпийские чемпионки. И попросили меня не повторять эту, я бы ее и не повторяла, потому что уже никто, может, мне казалось, другой бы уже не исполнил, так как эти девочки, они действительно были очень эмоционально заряженные. Они действительно, они же вместе со мной переживали этот период. То есть это вот отсюда шло. Вот. А самая веселая программа, почему вы не спрашиваете, это карнавал. Карнавал, в Афинах. Нет, как карнавал хороший. Мне нравится вот в плане веселья и такого хорошего хулиганства. Мне очень нравятся пауки в дуэте. Это дуэт, да. Татьяна, это она у нас очень хорошая. У нас же все синхронные плавания, тренеры, в отличие от других видов, не в обиду сказано. У нас тренеры, не хореографы, а тренеры сами составляют. Вот. Поэтому, ну, у Татьяны куклы были. Вот это самое. Куклы, да. Ну, это, собственно, тоже Света. Это образ, да. Я имею в виду группа, потому что я же группой занимаюсь. Ну, конечно, конечно. Вот. Мне кажется, что у нас все программы яркие. И ведь не зря была эта замечательная история, когда испанский тренер, да, украинкам поставил и говорит, посмотрим на Россию. И повторим. Хорошо, что там девочки отказались. Ну, да, это девочки. И тренера на больнице лежала. И когда ей сообщили, что посадила на их, и говорит, смотрите, запоминайте, и на этой основе будем делать о ней. Она просто испугалась. Она говорит, ну что это, мне будет стыдно перед русскими. И я ей сказала, не надо пользоваться услугами. Ты, Света, она тоже, кстати, из художественной гимнастики, ты сама составишь, это будет твое, и девочкам это будет родное. И действительно, после этой Олимпиады они составляют свои программы, достаточно яркие, и все. Конечно, весь мир пользуется нашими услугами, наших тренеров приезжает. Потом там сейчас бывший тренер главной Испании, она освобождена была от места, от занимаемой должности. Теперь она ездит по всему миру, ставит. Потом еще американец французского происхождения Штефан ставит. Но вы поймите, нельзя же в разных странах один и тот же материал. Конечно. Это, мы все равно, каждый по своему пути идет. И как бы мы другое не составляли, все равно у нас же, голова-то у нас одна. Но вот у них так случается. Они на Олимпиаде, мы увидели половину программы испанской группы, которую, да, составляла она. Это Анна. Ну зачем ее навязывать Украине? Ну то есть у них не получилось тогда. А часто вообще, когда смотрите за программами других девочек, других стран, и прям, ну, это же наш кусок. Ну вот прям просто целиком. Да не то слово. То Татьяна ко мне подходит, говорит, Татьяна, вы видели? Просто вся эта связка. То я вижу свои. То есть воруют много? Ну это не называется воруют, понимаете? Заимствуют? Если бы страны, которые слабее брали, это да, это они проходят школу нашу. Но когда соперники достаточно высокого уровня берут это, немножко меняют и проходят, и этот материал проходит, что обидное, на ура. Так что обидно, наоборот, хорошо, это же ваш материал. Нет, он уже проходит как их. И зритель аплодирует. А я не могу повторить. Иногда хочется, думаю, так, повторю-ка я то, что было, думаю, не могу, потому что это прошло в другой стране уже. Но это наше. Но зритель-то все равно разный, в основном на трибунах сидел и судей меняется. И это уже проходит как материал этой страны. Мы же не будем включать, это наше, наше. Это в фигурном катании порой вертушка такая-то. В спортивной гимнастике тоже какой-то элемент. А у нас этого нет. Говорят, что будут менять систему судейства? Ну, это, в общем-то, мы инициаторами были, потому что надо уже дифференцировать. Вот смотрите, как сейчас в фигурном катании. Идеально вообще. Ты смотришь, тебе все понятно, какой элемент, что, сколько стоит, где надбавка. Свалилась на этом? Получи. Не добрала каких-то элементов? Получи. А у нас этого не было. Но сейчас мы инициаторы, и у нас наша бывшая судья международная, она просто сейчас уже по возрасту не может судить международной. Вот она составляла систему сложности этих. А впервые должны на чемпионате мира, да, в следующем году? Ну, думаем, что так. Если все в порядке будет. Сейчас, да, что пробироваться будет так. Ну, у нас это и посложнее, потому что у нас в связи с водой, большая акватория, у нас это сложнее судить, потому что порой судья говорят, одна подходит, другой говорит, ты что, не видела, что она сотворила? Нет, с моего места не видно. Понимаете? И получается, может быть, она и неправду говорит, но у этой суди гораздо выше оценка, чем с другой стороны. Так что и у нас большее количество элементов, потом они уходят под воду, над водой, то есть в фигурном катании вот она. Она упала, а на это вот она, вот. Плохое скольжение, вот оно все. Ну да, не докрутила, не так выехала, все видно. А у нас-то? Все посложнее. Но я думаю, что мы придем к этому. К мужскому синхронному плаванию как относитесь? Относилась очень плохо, но сейчас уже привыкла. Потому что у нас лидер наш Саша Маслов, да, и пока он непревзойденный. Мальцев. Я его, я почему-то все время даже его Амилию называю. Вот. Полный тезка хоккеиста. Да, 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 да. Мальцев. И пока я еще не вижу на горизонте. Может быть, китайцы кого-то родят. Сейчас появились хорошие мальчики, все. Но пока... Но у нас же, получается, и в Токио он не выступит, и следующие Олимпийские игры тоже не выступят. Да, очень жаль. Но вы понимаете, нам жаль, да. Но очень почему-то в других странах очень он... Нужно же годы, чтобы развелось такое синхронное плавание под стать женскому. Почему-то... А потом... Вот смотрите, у нас заканчивают юниоры, вот у нас второй дуэт. Парень закончил юниоры, куда дальше? У нас есть Саша. А куда он дальше? Значит, не видят парни, не видят перспективы свои. Но сейчас идет разговор, что, может быть, у нас смешанные группы будут добавлять парней. Может быть, тогда будет что-то. А так, и поэтому очень плохо развивается. Ну, смешанные группы, я думаю, что, наверное, все-таки к женской восьмерке-то все привыкли. И здесь... Ну, мы и к дуэту привыкли, к женскому. Но женский дуэт он остается, смешанный он дополнительно. Да боялись одно время, что снимут женский и поставят смешанный. Мы этого боялись. И поэтому не очень как-то вот ратовали за то, что это... Потому что привыкли к женскому дуэту. Сколько дочку с внуками не видели? С прошлого лета, с сентября. Это плохо. И приедут только в декабре. По возможности. Сейчас мы не можем задумывать и предполагать, как... В прошлый раз они как раз же приезжали на эфир, на первый канал. Сюрприз для вас был. Да, это позапрошлом году. Да, это классно. Первый канал прямо волшебник и кудесник. Первый канал, конечно. И как раз ребята первый раз снег увидели, да? Да. И зять первый раз снег. И всей семьей мы справляли, встречали Новый год. И очень так классно вообще. Но вот хотят еще раз повторить это. В декабре приехать всей семье. Потому что мальчик учится уже. И лето у них же самая учеба идет. Хотя сейчас непонятно. Все в онлайне. Сейчас онлайн, еще вообще это. Сейчас нельзя строить планы. Видите как? Мы строили планы. А жизнь взяла и нас перевернуло все. Все перевернуло. Всю нашу жизнь. Уже не знаю, что... То мы думали, ну ладно, это все пройдет. Сейчас мы уже не думаем, что это пройдет. И не знаем, как будет дальше. Как жизнь строится будет. Представляете себя бабушкой с внуками на берегу Капакабани? Я плохая. Я плохая бабушка. Ну какая я плохая? Я не могу вот долго сидеть с внуками. Что-то, какие-то занятия. У меня просто опыта такого нет. Хотя эти, слава богу, вот эти внуки, они по-русски разговаривают. А Лизонька, которая умерла, она почти не разговаривала по-русски. Только португальский. Да, 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 да. И только когда приезжала в Россию, дети же быстро схватывают. Она тем более у нас музыкальный слух очень хороший имела. Она только тогда вот начинала разговаривать и все. А эта дочь моя хорошо продумала. Она сейчас общается с русскими, которых в Бразилии сейчас стало, кстати, очень много. И у которых есть русские дети и все. И они сейчас по-русски, и по-португальски, и по-русски сейчас легче с ними. Когда Ищенко с Ромашиной выбрали на закрытие Олимпийских игр в Рио, приятно было? Ну а как же, ну а как же. Ну мы же ценим то, что когда нас выдвигают, мы ценим это. Где лучше всего принимают нашу команду? В какой стране? Знаете где? В Японии. Как фигурное катание. Мы были на Кубке мира. Там какие-то спонсоры очень серьезные. Они приготовили из очень дорогой стекла, приготовили вазу такую. Они думали, что победят их. А досталась она нам. Потому что и зрители, вот зрители японские, они так за нас болели, даже больше, чем за свои. Это вообще. Ну вот я говорю, что японцы были самые хорошие соперники, самые хорошие такие соратники. Так что мы им тоже желаем, чтобы у них тоже получилось что-то. Откройте секрет. Как не потерять интереса к работе? Что должно быть? Чтобы вы вот 23 года, что вы со сборной? Ну это диагноз. Ну диагноз это, понимаете? Я каждый день думаю, что я не могу. Все. Вот все, надо уже заканчивать. Все. Проходит этот период, когда такое настроение. И опять думаешь, боже мой. Особенно вот ты отдыхаешь, все отключилось от синхронного плавания после каких-то стартов. Все, занята своим заводом. Так здорово, так классно. Потом начинает снится работа. Ага. Это уже давай вставай. Пора в бассейн. Да, и потом все больше и больше снится. Уже начинаются планы. Надо уже что-то думать. А вот это все. И уже пошел и завелся. И уже. Так что. Ну я говорю, это диагноз. Это же тренеры, которые ведущие. Они же. Среди них нет вообще таких хладнокровных. Нет. Нет. Все, конечно, немножечко сдвинуты на этом виде. За счет этого и достигаются результаты. Если тренер равнодушный, ему не надо работать в этой стезе. Он может работать на детях. Что-то другое поменять администратором каким-то. Потому что здесь должны, в спорте должны настолько увлеченные люди работать. Просто увлеченные. Мне вот порой, знаете, как-то, глядя на футболистов, мне жалко тренеров. Потому что, ага, не получилось у тренера. Но он, может быть, только разгон берет. Может быть, он сейчас на этих ошибках. Научится, пойдет дальше. Раз, поменяли другого. Да еще хуже иностранцы. Я все время шучу. Говорю, слушайте. Так проиграть я смогла бы. Но только меньше денег бы платили бы мне. Выгодно очень. Почему же так не смогла бы проиграть, что ли? Берут иностранного специалиста для того, чтобы он проиграл и все. А наши-то есть ведь. Есть наши. Иностранный специалист в российской сборной по синхронному плаванию невозможно. Да что? Ну, этого нет. То есть нашими пользуются услугами. А-а-а. Что вы? Пытались переманить? Или Ганну, или Данченко? Ну, как же. Всех пытаются. Но меня как главного тренера уже не трогают. Потому что я вроде бы как престиж страны. Ну, поэтому я работала в Испании. Я имею в виду, это уже после 98-го. Ну, было в начале, да. Ну, так, знаете как, не полностью, а что-то поехать, поставить. Я не могу. Другие тренеры могут. Я не могу этим заниматься. Потому что, ну, уже это. Я немножко помогала Бразилии уж, поскольку это родная команда моя была. Вот. А так... Ну, очень много же еще у нас уехали и живут, и замуж повыходили за рубежом. Вот, пожалуйста, в Израиле там сплошные русские тренеры. Они там живут, замуж повыходили и там живут. В Австрии раньше, в Швейцарии были тренеры наши. То есть, в Италии. Китай не переманивает? Ну, как же они бы хотели бы. Ну, в Китае работать бы что. Да, Китай. И Татьяну Данченко переманивали, и все. Ну, не навсегда. Ну, вот мне Нина Михайловна Мозер рассказывала, что как раз тоже Китай обращался. И она сказала, что колоссальные предлагали деньги, но с условием, что она переезжает туда и не работает больше ни с кем, кроме них. И живет там. И она, соответственно, отказалась. Ну, у нас таких денег больших не платят. Хорошие деньги, но больших у нас не платят. Поскольку у нас даже в мировом масштабе вид не раскрученный. Но я знаю одно. Что какие бы не были хорошие тренеры за рубежом, и как бы они не подняли результаты, мы все равно чужие. Мы все равно иностранцы. Мы все равно иностранцы. Я помню, как-то, когда рассыпалась Германия, и многие тренеры очень известные, которые из ГДР, они уехали в Китай. Так их на первый чемпионат мира их даже не взяли. Будто бы китайцы сами подготовили девчонок таких. Их не взяли на соревнования. Смена руководства ФИНа может как-то отразиться на положении дел в синхронном плавании? Может. Может. Мы тоже об этом волнуемся. Как и что. Может, конечно. В каком направлении. Как они будут поддерживать синхронное плавание. А ситуация с Власенко? То, что, по сути, у нас сейчас нет прямого контакта с ФИНа на таком уровне. Это очень жаль, конечно. Это очень жаль. И поскольку он был лиозоном, но в Европе, правда, лиозоном в синхронном плавании, как-то это помогало разруливать. И все. Раньше у нас Алешин помогал разруливать, порядок наводить. И Власенко. У него хороший контакт был с бюро. Все, конечно, было бы полегче. И сейчас вот с канаткой полегче было бы бороться. Как-то наводить. А то у нас Ольга Брусникина. Вот у них исполком технического комитета. Американка в очень преклонном возрасте. Канатка и Ольга Брусникина. Вот они собираются втроем. Будто бы так. Вот кто втроем почему-то. Не весь технический комитет, а втроем. Кто за, кто против. Ну, конечно, Америка, Канада и Ольга Брусникина. Понимаете? Тут все понятно. Тоже несправедливость. Для баланса кого-то еще из Европы, например, или из Азии. Вот это вот такие у нас дела. И мы очень надеялись, что Алексей наш наведет в этом плане порядок. Как-то и посодействует так, чтобы у нас этого не было. Ну, так случилось. А кто-то из девочек своих детей приводил уже в бассейн? Ну, пока еще рано. Нет, я имею в виду, что, может быть, там из тех, кто раньше... Ну, я знаю, что Ася... А, ну что я вообще? Ну, Маша Киселевой. Дочка. Она же у нас, можно сказать, чемпионка юношеского первенства. Сейчас на мире должна выступать. Соло. Конечно. У нее красивая девочка с красивыми ногами. Да. Как же я забыл-то. Главное вообще. Вот. Так что есть у нас сейчас. Продолжение следует...